привет всем вспомним молодость опять точнее я вспомню молодость а вы я уж не знаю что будете вспоминать молодость моя длина 60 70 80 90 в 90-х я очень любил группу red hot chili peppers любил ее несколько лет слушал постоянно до тех пор пока не вышел альбом под названием californication californication сначала я тоже полюбил слушал его довольно долго довольно много потом выходили следующие альбомы естественно я с ними знакомился и любил red hot chili peppers все меньше и меньше а потом разлюбил вовсе ну практически до альбома californication я их еще слушаю в общем даже с удовольствием а включая вот этот mtv шный раз прекрасный глянцевые californication уже все просто не стыкуется не стыкуется зверства хорошей группы настоящая подача настоящая энергия настоящий драйв с этой вот калифорнийской радио friendly музыкой которую слушают едва ли не в детских садах но в лифтах уж точно всюду она звучала в свое время в соединенных штатах америки ну а у нас по этому радио это понятно уже всюду 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 вот с группы нирвана история совершенно обратная потому что когда вышла эта пластинка я ее не видел я увидел клип знаменитой песни smells like teen spirit по телевизору по иностранному в иностранном мтв песня мне жутко понравилось я подумал что это офигенная группа что это просто взрыв прорыв нарыв взорвавшийся это супер потом появились эти пластинки уже девяносто первый год я напоминаю до нирвана nevermind огромные тиражи бешеная популярность все поют все молодые люди на гитарах играют песню с этого альбома во всех клубах так или иначе какие-то кавера мы слышим и что же такое пластинка меня страшно разочаровала на самом деле но у меня свой взгляд на эти вещи можете его не разделять можете разделять но пластинка страшно разочаровала потому что кайфовейшая группа прекрасные песни у кабейна нет ни одной плохой песни вот на мой вкус на мой вкус все песни кабейна они хорошие они и хочется петь и хочется слушать хочется перепевать но продюсер этого альбома сделал так что я не знаю что у него было в голове но с одной стороны он своего добился пластинка стала продаваться пластинка стала звучать на радио она абсолютно как я уже говорил радио френдли она записана так что любое фон на радио и берет без вариантов просто без вопрос так же как и калифорникейшн группы red hot chili peppers абсолютно радийная музыка закомплексированная за безумие просто просто там клейма негде ставить на ней такая компрессия так так все выровнено динамика кажущаяся она очень внешне потому что динамики в звуке нет вообще никакой все вот так все в одну полосу вот так вот по графику идет что вас что барабан и что все остальное но тем не менее для радио это очень хорошо ну а здесь вот как я уже и говорил прекрасные песни изумительная группа играют все шикарно включая главного человека чтобы кто не говорил про гитариста курта кабейна свою музыку он играет блестяще но все сделано так как будто повторяюсь это как будто авторы хотели добиться звучание джудас прист с помощью группы которая играет музыку анти джудас прист анти-рок не даром называется альтернативной музыкой это альтернативный альтернатива тому самому тяжелому року который всех этих ребят достал с дикой силой но получилось звучание именно тяжелого рока и замечательный журналист василий соловьев спаски который написал кстати грелот мир книжку лежит написал книжку вот эту всадники без головы я очень рекомендую очень хорошая книжка о музыкантах и о музыке со знанием дела василий соловьев здесь пишет что на в mind была последней пластинкой тяжелого рока я с ним согласен абсолютно в этом определении потому что здесь в чистом виде тяжелый рок просто форма форма композиторская форма другая это как бы альтернатива как бы панк как бы там постпанк как угодно можно называть до альтернативные альтернатива тяжелому року на записано все из аранжировано так как будто это тяжелый рок как будто это какой-нибудь дефлеппорт или тот же самый джудас прист что лучше чем дефлеппорт ну на мой взгляд звучание абсолютно вот такое приплюснутое роковое внешне очень круто очень громко очень драйвово но это внешне а когда слушаешь до середины второй стороны я дослушаю мне становится дико скучно потому что этого hard рока вот сколько сыграно до сих пор его играют его много есть группы очень хорошие есть группы которые играют hard rock 25 раз лучше чем нирвана поэтому ну что либо это альтернатива либо это не альтернатива тут как бы восток есть восток запад есть запад и вместе им не сойтись как сказал один знаменитый писатель да а песни все замечательные прямо вот по списку идешь но моя любимая сантимен в силу того что она немножко отличается от общего вот этого набора и надо сказать что кабин был с одной стороны удовлетворен сильно потому что ну все это мировая слава это продажи это деньги это куча концертов это туры это все это все 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 это звезда а с другой стороны хотел совершенно другого мы правда никто из нас не знает чего он хотел на самом деле но всякая разная информация всякие инсайдеры всякие статьи всякие интервью собственно говоря и его гибель они говорят о том что вот не то не получилось получилось очень круто очень здорово но получилось попса хорошем смысле этого слова в глобальном смысле этого слова а почему я начал с red hot chili peppers и сказал что обратная история потому что чем дальше нирвана существовала тем лучше все получалось и настоящая нирвана вот она это концерт девяносто второго года life at reading родилась дочка фрэнсис у корта кавейна тот самый знаменитый концерт когда он вышел в докторском халате на сцену и вот это настоящая нирвана те же самые песни но они сыграны уже как надо уже это это откровение это настоящая энергия настоящая подача и они здесь сделаны стопроцентно в отличие от вот этого коммерческого произведения поэтому знакомство с нирваны конечно лучше начинать вот с этой пластинки это официальный диск диск график вообще здесь все здесь брит который начинается с гитарной заводки страшный с фидбэком как любит как любил коротко вейн изображая хендрикса из себя врубается бас который звенит просто звенит низ не принесется соло с фидбэком у кабейна в этой песне фантастическая совершенно такое а тональная интересная потом с места сразу вперед дрейн ю следующая песня практически сразу вас бубу 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 гитара чёсом фигачит аккорды все ревет все чисто причем все сыграно очень чисто и вообще здесь вот очень большое количество песен все они с таким драйвом с такой подачи с такой агрессии сыграны удивительно как физически хватило сил у музыкантов у всех включая курта кабейна который фальшивит очень редко здесь в голосе выпивает все абсолютно нормально так как нужно выпивает хотя партию песен совершенно конкретная это не речитатив какой-то не не я же не вообще мастер мастер поп песен кабейн был у него все песни их по-другому аранжируйте их бич бой сможет исполнять или там кто угодно они очень мелодичны все его песни мелодично красивы с игром вот так вот с такой подачи с таким напором и напор не спадает просто до до самого конца откуда берутся силы непонятно тут под конец они мне не под конец в середине они поют поле например почти почти акустический вариант ну с или с электрической гитары но такой прозрачный на два голоса чистенько все здорово как что и потом опять начинается все все вот это полный вперед все главные песни все здесь сыграны но естественно здесь песен много шесть условно говоря 6 12 18 24 чуть больше 24 этот немножко ошибся в подсчетах в общем вот 30 августа 92 года life at the reading лучшее на нашем деле как мне кажется запись нирваны но вот этот альбом следующий это уже вот студийная нирвана как она должна быть была бы и ощущение такое как это вообще одна из моих любимых пластинок если говорить об альтернативной музыки об альтернативном уроке альтернативной музыки никакой не бывает наша музыка не может быть альтернативой музыки альтернативой сама себе об альтернативном уроке если говорить одна из самых наверно крутых пластинок обложка здесь черного цвета потому что это переиздание виде сорока пяток на 45 оборотов записаны два диска но звучание это диска одинарного так вот так выпустили просто лучше звучит на 45 оборотов и тут конечно ощущение что это вообще другая группа что это не вот это абсолютно другая группа настоящая настоящий альтернативный рок который не похож не на тяжелый рок старый не на тяжелый рок новый ни на что вместе хотя аналогию можно провести такую что это смесь led zeppelin с public image limited вот если две эти группы скрестить получится примерно вот это у и и in utero вот эта пластинка нирваны изумительная совершенную сердце servants первая вещь сразу же все понятно совершенно другой звук все сухо все близко все рядом все слышно и сыграно прекрасно а тональные соло к бейна он показывает то что он умеет играть на гитаре умеет сочинять не только мелодия песен но и аранжировать и делает аранжировки просто какой-то авангард это авангардные штуки просто прекрасная вещь all apologies конечно в конце все хорошо здесь нет ни одного прокола вот это что штука где же она тут радио френдли юнит шифер гитарные зверства на уровне там я не знаю никен кримсон наверно но там фреда фри там может быть совершенно просто настоящий авангард вплетенный в альтернативный рок настолько прекрасно milk it изумительная песня тут тут все хорошо все хорошо рейт не который вырубает тоже сразу драйв лет зеппелен и беспредель беспредельничание public image limited все вместе и настолько качественно настолько круто настолько оригинально настолько ни на кого не похоже и в те годы и сейчас таких групп я не знаю подобной музыки я очень 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 мало но если бы этот альбом был первым у нирваны никогда бы нирваны не стала так популярна как она стала после новым аминтов домохозяйки не слушали бы эту пластинку и домохозяйки его тоже слушали бы только парни которые ходят в клубы на такую вот настоящую современную интересную музыку ну про вот это mtv я вообще говорить не хочу это такое тоже что-то среднее конечно а если уж идти дальше как я говорил что от начала к концу все лучше и лучше и лучше и вот этот концерт life d сиэтл декабрь 13 93 года недавно вышла пластинка это не бутылок это такой нормальный диск здесь все сыграно также также яростно как вот на этом альбоме но с качеством in utero это просто идеальная концертная запись нирваны поэтому вот группа записала альбомов немного но осталось в веках и на что осталось потому что вот эти пластинки это действительно золотой фон современный не побоюсь этого слова музыки вот так вот такой монолог и пошел пить бай